Всем доброго дня! В данный момент мы с вами будем рассматривать тему. Это использование специальной вставки при работе в программе Microsoft Excel. Само по себе окно специальной вставки кажется достаточно простым, и в то же время иногда некоторые к нему относятся достаточно с пренебрежением. Однако с его помощью мы можем решать достаточно много таких и простых, и в то же время нужных задач. И вот наша задача сегодня будет рассмотреть практически все это окошко вдоль и поперек, чтобы уже вы имели и представление, и в дальнейшем могли использовать при возникновении тех или иных задач. Сегодня с вами я, меня зовут Ольга Кульшова. Я являюсь преподавательным специалистом с декабря 2001 года. То есть это уже достаточно внушительный срок. Занимаюсь в массе своим направлением Excel, однако также занимаюсь и другими пользовательскими направлениями. Но в большей степени это, конечно, Excel. Дальше также могут быть и Access, и PowerPoint, и Visio, и Word, и Outlook. Ну, то есть все, что входит практически в состав Microsoft Office. Ну, кроме за исключением, пожалуй, что Project. Как-то вот в него пока меня не тянет. Ну, информацию обо мне вы также можете легко всегда посмотреть на нашем сайте специалист. И плюс я же являюсь автором блога, который называется mirxl.ru. То есть на нем, как несложно догадаться, вы можете увидеть что-то, связанное с программой исключительно Excel. Так. Ну, я являюсь также автором методических материалов по курсам Excel 1, уровень 2, 3 и бизнес-аналитики с использованием PowerPivot, PowerView и PowerMap. Так. Значит, что нам с вами сегодня предстоит? Ну, кратенько. В рамках сегодняшнего семинара мы с вами увидим, ну, в первую очередь, как с помощью специальной вставки можно достаточно быстро производить изменения именно исходных данных. То есть когда у нас есть формулы, это уже полбеды, когда у нас просто исходные значения, то здесь иногда возникает ряд каких-то, ну, лишних, по сути дела, манипуляций. Также увидим, что можно будет, один из способов транспонирования диапазонов, различные способы, связанные с форматированием данных, что существует возможность сделать связь с ячейками, также то, что существует там возможность пропускать пустые ячейки, создавать, объединять условия условного форматирования, находить условия, как бы копировать условно данные, условия на данные. То есть на самом деле в процессе мы увидим с вами гораздо больше. Ну, я не стала перечислять все, я поставила три точки. То есть это начало, а дальше все впереди. Так. Работая со специальной вставкой в программе Excel, мы периодически можем видеть вставка. О, я сегодня была очаровательна. Значит, мы можем увидеть с вами разные окошки. Первое окно может выглядеть так, что мы видим какие-то, это внешние объекты. Например, там рисунок, таблица, текст просто. Это говорит о том, что вы тащите что-то в буфере обмена извне, то есть не структуру Excel, не ячейки наши. Или окно Excel на специальной вставке выглядит у нас с вами уже, ну, как бы похоже, что мы с вами в Excel предлагаем что-то и сложить, и формулы, и форматы, и условия, то есть уже какие-то, ну, более родные слова. Так вот, если мы именно хотим работать с данными непосредственно Excel, то, конечно, нас не будет интересовать окно, которое получается в результате взаимодействия других программ. Нас, конечно же, будет интересовать окно специальной вставки именно из нашей программы Excel. Ну, и независимо от того, в какой программе, будь то Word, там, не важно, PowerPoint или Excel, окошко специальной вставки быстро и просто вызывается сочетанием клавиш Ctrl-Alt-V. То есть мы можем в обычном варианте у нас вставить это Ctrl-V, а если мы с вами используем специальную вставку, то мы можем смело нажимать клавиши Ctrl-Alt-V. Ну, или всегда эту команду мы видим с вами и в контекстном меню, ну, или как вариант еще на вкладочке «Главные». Ну, в большей степени могу сказать, что окошко специальной вставки выглядит абсолютно одинаково почти во всех версиях. Единственное, ну, даже и на моем окошке, которое сейчас вы видите на экране, начиная с 2013, по-моему, версии, здесь пришло все условные форматы объединения. Это можно будет, используя условное форматирование, если было задействовано, прихватить сразу из разных ячеек и тем самым, как бы, допустим, несколько правил соединить в одно, чтобы оно уже сразу использовалось в каком-то диапазоне или в какой-то ячейке. А все остальное реально одинаково. Итак, ну, давайте попробуем посмотреть, что же нас может ожидать. Так, ну, я такую не очень большую заготовочку сделала. В принципе, вроде как в структуру всего этого инструмента я выложила. Ну, к примеру, вначале просто покажу первый вариант. Если у нас с вами данные будут находиться в какой-то другой программе. Ну, от примитивника. Есть табличка в Word, посвященная различным алмазам. И, допустим, мне понадобилось ее сразу добавить в Excel. То в зависимости от того, что вы хотите с ней дальше делать, и в каком виде вы хотите ее получить, мы с вами и можем ее тоже туда отправить. Специальная вставка, если вдруг она по каким-то причинам у вас недоступна, то это говорит всего лишь об одной проблеме. То, что ничего нет в буфере обмена. Или, может быть, другая проблема. То, что объект, который вы пытались скопировать, просто физически не может быть добавлен в ту или иную программу. Ну, конечно, табличка Word не может быть объектом, который нельзя добавить в Excel. То есть традиционно я выделяю табличку, выполняю обычную команду копировать. Ну, правой кнопкой мыши копировать, да, Ctrl-C, главное копировать. Еще есть и второе сочетание клавиш. Это под правую руку на клавиатуре, если это удобно. Это Ctrl-Insert. Больше вроде бы ничего такого у нас традиционного нет. Так вот, выполняю обычную команду копировать. И дальше, например, прихожу в файл Excel. То здесь уже возможны разные у нас варианты. Например, первый вариант. Я воспользуюсь контекстным меню, и вы видите, что мне здесь предлагают. Предлагают ее просто вставить, сохранив исходное форматирование. Ну, реально я получаю здесь табличку Excel, с которой в дальнейшем могу, ну, осуществлять обычную работу. Если я воспользуюсь соседней командой, так называемое, использовать конечное форматирование, так как у меня файл без каких-либо оформлений в этих ячейках, то есть чистый лист просто с неким названием, то в результате это просто появляется содержимое ячеек, с которыми я дальше, естественно, могу работать. Но и та, и другая комбинация, она как бы позволяет мне получить сразу содержимое ячеек, но без каких-либо там дальнейших возможностей. Или я, например, выделяю ячейку и захожу в окошко специальной вставки. Каким образом? Ну, как я уже написала вам, можно клавишу Ctrl-Alt-V. Второй момент. Можно правой кнопкой мыши. И здесь, вы видите, также встречается всегда фраза специальная вставка. И третье место на вкладке «Главное» у нас всегда в группе «Вставить» тоже есть специальная вставка. То есть каким бы вы образом сюда не отправлялись, вы придете в то же самое окно. Так вот, вы видите, помимо того, что вы можете выбрать, в каком виде оно у вас придет, хоть там объект Microsoft Word, вот если я выберу и, например, скажу «связать», то обратите внимание, в этом случае оно приходит нерабочее с точки зрения Excel, потому что это иллюстрация, графический объект. Но за то, что он у нас связан, и я в дальнейшем, если буду делать какие-либо изменения в файле Word, я их в том числе увижу и здесь. Ну, иногда это бывает, нужно просто вот информация, как типа для справок, для того, чтобы ориентироваться на это, в дальнейшем делать какие-то вычисления. Тогда очень удобно в Word, например, какая-то, может быть, основная инструкция, вы здесь ей сможете воспользоваться. Или, например, я еще раз загляну в специальную вставку, и если, например, я захочу вставить текст и сказать «связэ», и скажу «окей», то, видите, в этом случае он хоть и как-то внедряет словно формулу массива, но реально никакой связи здесь нет, потому что такую вещь мы можем сделать, если там, ну, как бы это табличная структура того же самого, наоборот, Excel в Word. Поэтому такой номер не проходит. Чтобы видеть, что эти изменения работают, ну, давайте я временно здесь уберу сетку, чтобы не рябилось вам в глазах, и сейчас сохраню изменения и закрою в этом файле. И, например, возьму и сделаю вид, что я что-то здесь поменяла по форматированию, допустим. Я заменила цвет, ну, и, например, возьму число какое-нибудь в виду, чтобы было видно сразу, что такое не было. Тоже сохраню и закрою. То в дальнейшем, когда я буду открывать этот Excel-овский файл, то увидев, что у меня есть ссылки на другие файлы, он, как и всегда, скажет, что автоматическое обновление ссылок отключено. Ну, если я ничего не делаю, здесь остается все, как и было. А вот если я скажу «включить содержимое», то, естественно, в верхних табличках, которые были выполнены обычной командой «вставить», у меня будут просто значения. А там, где я сделал специальную вставку, ну, единственное неудобство – это внедренный объект, то, вы видите, значения поменялись. То есть это вот в большей степени нам может пригодиться как информация справочного характера, да, которая берется, например, наоборот, из таблички Word. Хотя, когда что-то считают, конечно, делают наоборот. Так, это вот то самое первое окошко, которое я вам показывала, если у нас будет объект не Excel, например, какой-то сторонний, в данном случае это была табличка Word. Ну, а теперь уже будем непосредственно погружаться в сам Excel-овский вариант. Ну, например, первый тип задачи – это быстрое изменение исходных данных. К примеру, ну, я просто сделала заготовочку, чтобы уже здесь постоянно не заниматься всякого рода копированием. Что мне требуется сделать? Вот, допустим, в столбце А каждое значение мне нужно быстренько умножить, условно, на 55, чтобы было сразу хорошо заметно. Или давайте на 1000, вот так оно лучше будет видно. Что делать? Ведь это исходные данные. Если я буду в каждой ячейке тут и сидеть, и подписывать 1000, то это займет приличное время, даже несмотря на то, что их всего 12. А если будет приличный столбец данных, то и вообще достаточно много. Некоторые иногда считают по соседству где-нибудь что-нибудь типа ячейка, плюс там 1000, и потом копируют там и вставляют как значение. Но затем придется делать еще одно действие – брать и удалять этот лишний созданный столбец. Поэтому многие вещи очень удобно делать через специальную вставку. Если такое значение уже есть в какой-то ячейке, то мы можем им просто воспользоваться. Ну, а я сейчас просто возьму, раз его нет, введу его в ячейку. В любую пустую на листе. Чтобы это значение могло у меня оказаться в буфере обмена, мне, естественно, эту ячейку нужно скопировать. Поэтому я выделяю ячейку и выполняю обычную команду «Копировать». Затем я выделяю все те ячейки, которые являются исходными данными, и захожу в специальную вставку. Ну, видите, когда что-то есть в буфере Excel, здесь уже сразу разнообразие значков выросло, или многие вещи достаточно удобно посмотреть именно в общем окошке. Что здесь? Вот обратите внимание, средний блок, он отвечает за то, какую операцию с тем значением, которое вы тащите в буфере обмена, вы хотели бы совершить. Вот мне нужно увеличить все на 1000. Поэтому я говорю «Сложить». А вот если я оставлю все, то у меня уйдет оформление. То есть в данном случае это уйдут границы. Это как бы не очень хорошо. Тогда я лучше поставлю в блоке «Вставить», то есть что от ячейки, то есть содержимое отдельно, форматирование, значение, формулы, примечания я хотела бы вставить. Я говорю «Значение». То есть реально я ему говорю о том, что из исходной ячейки нужно взять только исходное значение и провести операцию с выделенным массивом «Сложить». Говорю «Окей». И так как наши числа все были гораздо меньше 1000, по соседству их можно видеть, они те же самые, то в результате мы получили с вами сразу значение, увеличенное на 1000. Эту ячейку можно смело удалить. А если такое значение уже где-то есть в ячейке, то, собственно говоря, даже не удалять, оно помогает нам всесторонне. При этом никакой истории о том, что здесь у вас были числа, которые там до этого были на 1000 меньше, у вас никогда такой истории не будет. К примеру, нужно мне в столбце «В» все быстренько умножить на 3. Тогда я также в любой ячейке ввожу этот коэффициент 3, выполняю обычную команду «Копировать», выделяю весь исходный диапазон, захожу в специальную ставку и аналогично говорю «Значение, но умножить». И тогда все эти значения будут теперь у меня быстренько умножены на 3. Если, например, у меня возникает необходимость увеличить полученные данные, ну, допустим, на 25%, значит, что я могу сделать? Я могу ввести в ячейку значение 0,25. Но если я поставлю 0,25, то когда я умножу, я как раз и получу 0,25. Тогда я в ячейки ввожу 1,25, ведь я же оставить должна значение, а не просто 25% вычислить. И также говорю «Копировать». И еще разочек, например, в этом же столбце прошу значение умножить. И тогда он мне уже будет показывать, ну, к примеру, 150 у нас 10%, 15, значит, там 30 и плюс еще кусочек. То есть где-то 185, 190, где-то в тех краях мы должны получить. Ну, вот 187,5. Ну, так как я считала достаточно приблизительно. То есть, получается, я могу и на проценты быстренько увеличить без привязки к каким-либо формулам, если мне всю эту историю сохранять абсолютно не нужно. И вот еще один очень удобный способ использования специальной вставки, это когда данные находились очень-очень неправильно. То есть, что это имеется в виду? Например, иногда человек поставит в заголовочке знак процента, намекая на то, что в этих ячейках хранятся проценты. Хотя с точки зрения обработки это будут абсолютно обычные значения, которые, чтобы реально обрабатывать как проценты, надо еще делить на тысячу, на сто. Но получается об этом то можно вспомнить, то не вспомнить. Плюс какой еще может быть момент? Вдруг человек поставит процентный формат, ну и тогда вообще научно начнется караул с вычисляемыми значениями. И вот тогда стоит привести эти данные в нормальный вид, ну то есть действительно, чтобы это было в процентах, и уже в дальнейшем выполнять абсолютно нормальные вычисления. Как тогда быть? Ведь я же, если я сейчас поставлю к этим ячейкам процентный формат, то я существенно изменила данные. Ведь получается, что я вижу, сколько это на самом деле процентов, но при этом вижу в 100 раз больше. Тогда, как несложно догадаться, мы в какой-то ячейке, раз у нас нет, берем и вводим значение 100. Затем для этой ячейки выполняем команду копировать, выделяем весь этот диапазон, и также заходим в специальную вставку. Значение, но только в данном случае нам с вами нужно разделить. И когда мы скажем «Окей», то они теперь будут у нас с вами в 100 раз меньше, то есть это правильное нормальное число, уже впоследствии для которого мы можем спокойно взять и поставить процентный формат. И вот теперь это будет правильный процент, с которым мы сможем легко и быстро дальше делать вычисления. Это не будет нам создавать никаких сложностей. Что еще возможно? Ну, естественно, вычитать мы тоже можем. Ну, к примеру, я, допустим, из этого первого столбца вычту данные, например, столбца последнего. Тогда я выделяю ячейки. То есть я до этого показывала вам операцию с одной ячейкой. Но также можно делать, если это у нас обычные данные, без всяких формул, через специальную вставку и вычитание значений. Ну, как несложно догадаться, мы тогда добавляли тысячу, значит, в ответ мы теперь должны увидеть везде исключительно ровную тысячу. Выделяю диапазон и выполняю обычную команду копировать. Затем также выделяю диапазон и прихожу в специальную вставку. Соответственно, я опять выбираю значения и теперь говорю вычесть. И когда я скажу «Окей», то в результате у нас действительно от каждого значения, построчно, поэтому здесь должно быть выделено одинаковое количество ячеек, произошли вычисления. То есть вывод какой? У нас может быть либо в буфере обмена одна ячейка, то есть либо одна ячейка, либо у нас с вами должен быть, слово «ячейка» не подается мне, значит, либо одна ячейка, либо диапазон, но этот диапазон должен быть равного размера. Вот тогда проблем это никаких для специальных ставок создавать не будет. Поэтому сложить, вычесть, умножить, разделить действия доступны как для одной ячейки, так и для диапазона кратного размера ячейок. Это вот первая достаточно хорошая возможность, которую мы с вами можем достаточно быстро использовать и тем самым получать исходные значения. Если, к примеру, ну, допустим, я возьму и пропишу, ну, даже пусть будет в столце «Д», допустим, какую-то формулу. Ну, пусть будет вот так. А потом оказалось, что здесь тоже нужно, например, пусть будет весь этот диапазон умножить там на данные, например, там на тысячу. Тогда я также могу выделить ячейку, выделить весь этот диапазон и сказать, что мне нужно, допустим, это значение умножить. И тогда вы что видите? Он уже, так как это формула, он сразу автоматом мне в диапазон взял и подставил то значение, которое было в буфер обмена. Ну, конечно, вы скажете, что такое можно было и сами подписать, но я к тому, что просто если будут формулы в ячейках и вы воспользуетесь специальной вставкой с операцией, то вы ни капельки не потеряете ваше исходное значение. Когда вы уже воспользовались специальной вставкой, то, как вы видели, уже нет значения, что у вас находится в тех ячейках, которые еще недавно были в буфер обмена. Потому что эта информация уже через буфер обмена прошла, результат мы получили и нет необходимости ссылаться на какие-то предыдущие исходные значения. Вот такой вот удобный вариант по части изменений исходных данных. То есть на сколько-то, в сколько-то раз вычесть, сложить, умножить, разделить. Еще что возможно. Давайте окажемся, я перейду на лист пропускать пустые. Вот очень часто, когда человек вот в этом окошечке специальная вставка встречает пропускать пустые, то он чаще всего пытается это понять следующим образом. Ну вот, например, я выделю, допустим, название вклада, выполню команду копировать. Если я просто говорю вставить, то они в таком же виде и приходят. И у многих создается ощущение, что если воспользоваться специальной вставкой и, например, сказать пропускать там пустые ячейки, то он прям должен собрать этот список, пропустив все эти пустоты. И вот тут оказывается, что ничего подобного, ваша ассоциация с возможностью программы как-то не сошлись. Для чего же используется вот эта команда пропускать пустые? Ячейки. Задача это такого плана. Когда у вас в разных местах, ну, как сейчас, если вы посмотрите, у меня левая часть названия вклада и суммы какие-то одни позиции, а потом, может быть, это было, например, в одном отделении, а правее были какие-то новые позиции, прописанные для другого отделения. И потом оказалось, что они не совпадают. Ну, кто-то, например, создал такую табличку или похожую. И мне, по сути дела, нужно их собрать вместе. Вот один вариант, мы, конечно, можем там поэтапно их перемещать, да, в несколько заходов, в зависимости от того, сколько данных. А второй вариант, мы можем это сделать очень быстро, как раз-таки используя специальную вставку. Ну, вот, например, я даже специально возьму, выделю диапазон, тот, который подразумевается в общем. То есть, как бы, с первой позиции и до последней этой таблицы. Также выполню обычную команду копировать. и теперь по первой ячейке моего исходного, как бы, диапазона я щелкаю правой кнопкой мыши и захожу в специальную вставку. Или выделили и воспользовались Ctrl-Alt-V. Смотрите, я оставляю все, ну, то есть, пускай приходят со своим формативом, и вот здесь теперь говорю пропускать пустые ячейки. И окей. И тогда как раз таки мы что наблюдаем? Так как я делала команду копировать, да, то у меня как раз эти данные сюда и подбежали. То есть, если он видит, что в гофере обмена я тащу пустоту, то он понимает, что не нужно для этих ячейок выполнять команду вставить. А если говорить более конкретно вот под такие задачи, то, конечно, в этом случае, если мне их нужно совместить, то надо говорить не копировать, а сразу говорить вырезать. Чтобы затем, когда мы сюда в специальной вставке, видите, сразу номерочек-то мы-то хотим как лучше, а нам все время специальная вставка говорит, нет, я вырезать, работать не буду. Поэтому выбора у нас с вами нет, кроме как скопировать, а потом все равно взять и всю эту красоту реально удалить. Ну, когда границы есть, можно и через обычное заполнение. Вот именно пропускать пустые ячейки означает, что вы соединяете как бы табличные данные там, где у вас были пустые значения, чтобы он оставлял те, которые были до этого в источниках. То есть иногда, например, может быть такая задача, когда либо исходные данные те, которые новые, либо если в этих позициях нет исходных данных, то нужно оставить те, которые были. И тогда вот специальная вставка вставить, пропуская эти пустые ячейки, отличный будет вариант для работы. Вот именно для таких вещей. Поэтому кто считает, что это вы копируете данные с пустотой или без пустоты и оно все собирается, то нет, это немножечко не то. Именно вот совместить два диапазона при части пустых ячеек. Еще какие задачи мы с вами можем решать с помощью условного, с помощью специальной вставки. Это задачи транспонирования. В целом у нас существует несколько способов транспонирования и один из них возможен с помощью специальной вставки. Что это означает? Вот, к примеру, есть у меня здесь небольшая табличка, опять же, и в ней есть небольшие простейшие какие-то расчетные данные. И, предположим, мне эту табличку передали вертикальную, а оказалось, что для последующих действий она нужна горизонтальная. Что тогда делать? Ну, естественно, вручную по отдельности перетаскивать ячейку, ну, это самый крайний случай из всех, которые возможны. Поэтому специальная вставка тоже и здесь поможет. Мы тогда выделяем всю эту табличку. Ну, выделить быстро табличку можно всегда поставив курсор в любую ячейку, да, не нажать клавиши Ctrl-A. И выполняем также обычную команду копировать. теперь правой кнопкой мыши где-то в каком-то месте. И вот начиная с 2010 версии у нас в принципе здесь есть уже кнопочка транспонировать. Если у кого окажется 2007 версия, то вы также идете в специальную вставку и просто здесь, например, говорите транспонировать. И окей. И обратите внимание, в последних всех современных версиях что он делает? Ну, конечно, она как-то не очень читается, да, в этом случае хотелось бы как-то что называется из серии попроще и поудобнее все это считать. Но тем не менее. Помимо того, что он скопировал нам исходные значения, это, собственно говоря, не проблема. В современных версиях он умеет еще копировать их вместе с формулами. То есть он и формулу саму развернул. То есть реально вот эта полученная транспонированная табличка, если мне нужна была предыдущая с этими формулами, но уже именно она только для работы, она отличная инструмент для работы. То есть если я сейчас, например, возьму наоборот предыдущее, что у меня было, удалю, и вот наоборот кто-то мне пришел такую красоту из серии ну и ну, тогда я выделяю эту табличку, выполняю обычную команду копировать и, соответственно, выполняю команду транспонировать или здесь или там. И тогда, вы видите, я ее получаю уже нормальную для работы, потому что в Excel в основном все инструменты, которые по работе с приличным объемом, они работают только для вертикальных табличек. И, пожалуйста, вот я ее из горизонтальной превратила вертикально, наоборот, но, видите, никакие формулы не потеряются. Это очень удобно, потому что раньше было так, что если там есть формула, он не умел их транспонировать и человеку приходилось как бы редактировать немного самому. Ладно, когда это 2-3 столбца, а когда множество, то уже весьма и весьма утомительные. Также, если, например, нам нужно просто вот такую табличку получить уже без каких-либо формул, тогда мы ее смело также выделяем, говорим копировать и выбираем, например, специальная вставка, транспонировать. Если мне не нужно сделать привязку к исходным данным, то я могу смело сказать значение. И тогда я получаю ее транспонированную, ну, например, здесь будут только значения. Или, если даже я не хочу ее транспонировать, то я могу просто вставить ее как значение, и тогда я получаю те же самые значения, но без привязки к источнику. То есть просто вот как какая-то вариация тех или иных исходных данных. Поэтому можно транспонировать по умолчанию он у нас сохраняет в том числе и формулы, но при необходимости можно транспонировать только значения. Или с использованием специальной вставки, когда мы что-то посчитали, может быть, например, у меня будет табличка, и мне нужно сразу вот к ней, допустим, там название вклада, и я хочу знать, какова будет у меня общая сумма. Тогда, чтобы не показывать никому исходные данные, я могу сказать, например, вставить только значения. И уже без каких-либо там промежуточных расчетов показать конечный результат. Но единственное, как вы понимаете, этот конечный результат никаким образом не будет уже обновляться, потому что здесь уже четко стоят только значения. Поэтому первый способ транспонирования таблички это транспонирование с использованием специальной вставки. Если уже говорить о том, чтобы он вообще полностью табличку транспонировал, полностью при любых изменениях менял, то здесь уже, к сожалению, нужно изучать формулы, которые умеют это делать. Это умеет делать и функции транспонирования с использованием формулы массива, и такие замечательные функции, как адрес, dv-сыл, строка, столбец. Вот это все может быть в помощь. Но специальная вставка работает тут именно по такому принципу. Еще что нам вспомогательного сделает специальная вставка и как облегчить нам жизнь, это по части форматирования. Вот, к примеру, здесь у меня есть табличка, она по-прежнему сейчас горизонтальная, и, допустим, я ее транспонирую. Ну, вот смотрите, один вариант, он мне, например, транспонирует ее с форматированием. Но может случиться так, что я уже в какой-то момент ее транспонировала, или они уже были давно созданы, и у меня, допустим, значения будут просто в ячейку, без всякого форматирования. И потом возникает тогда вопрос, как бы быстренько взять и транспонировать, получается, и форматирование. Так вот, независимо от того, когда и что было сделано, специальная вставка нам тоже позволит это осуществить. Аналогичные действия. То есть мы выделяем ячейки, ведь если я возьму обычную кисточку, форматировать по образцу, то я как бы даже если я здесь все выделю, то видите, получаю это я совсем не то. Я получаю вот как, ну как бы словно маска, да, у нас выходит в этом случае первая ячейка всегда будет верхняя, как заголок, а потом две желтые, ну в смысле один столбец желтых, два столбца белых. И вот такое чередование мы получили. Ну что называется, не годится. Так вот, отправив вашу табличку в буфер обмена, достаточно будет щелкнуть правой кнопкой мыши по первой ячейке, вашей транспонируемой табличке, зайти в специальную вставку, выбрать транспонировать и попросить форматы. И тогда, когда вы скажете окей, вы видите, он четко транспонировал нам форматы. То есть то, что до этого было в столбце в первом, легло теперь в первую строку этой таблички. Соответственно, второй во второй, третий в третьем. То есть и транспонировать через специальную вставку, если у нас различные форматирования, тоже удобно. Ну, единственное, здесь не получится быстро еще, если что, вот ширину столбцов сделать. Почему? Потому что у нас с вами здесь ширина столбцов совсем другая. И уже тут только вы что можете сделать? Мы предположим, выделить один столбец, сказать так же, копировать, потом, например, выделить все таблички, столбцы, зайти так же в специальную вставку и, например, попросить, что вы хотите вставить что? Ширину столбцов. То есть никакого содержимого вы не тащите, вы говорите ему о том, что вас интересует именно ширина столбцов. И тогда, в зависимости от того, какой вы образец показали, он вам быстренько поставил ширину столбцов. Если, например, вы откуда-то скопирули одну табличку вставили, вставили другую, у нее вот один столбец шире, другой уже, чтобы вам самим вручную не настраиваетесь, там какие-то определенные варианты, вы можете так же поступить, то есть выделить прям хоть там 5-10 столбцов, сказать копировать, потом выделить туда, куда вы скопировали и через специальную вставку ширину столбцов быстренько взять и скопировать. Какое еще форматирование может нам с вами предложить программа? Ну, к примеру, допустим, взять, если значение какой-нибудь, ну, даже, допустим, апреля, если я скажу копировать, и здесь специальный вставк, если посмотреть, есть вариант, называется безрамки. И когда я скажу окей, то увидите, что он сделал. Он скопировал все содержимое ячейки, кроме границы. Вот это называется безрамки. Ну, наверное, чаще нас даже больше в жизни интересует либо значение, либо стандартное обычно вставить. Ну, вот как вариант предлагает еще вариант безрамки. Если, например, какие-то ячейки у вас будут оформлены цветами темы, ну, вот я для контраста сейчас возьму что-нибудь зелененькое, то, например, что возможно? Допустим, я их все копирую и сюда же буду вставлять. Смотрите, есть понятие с исходной темой. То есть тогда, вы видите, они пришли все зеленые. Да? А сейчас я сделаю немножечко иначе. Я возьму, приду в другой документ и в документе возьму и поменяю тему документа. Вот разметка страницы, да? И, например, цвета темы поставлю отличные от тех, что у нас были. Ну, вот различные пускай будут красно-фиолетовые. И вот, например, я возьму и эти ячейки оформлю темой другой. Ну, таких розовеньких цветов у нас не было. И для простоты, чтобы мне не делать, я воспользуюсь функцией случайные числа между, поставлю, допустим, две какие-то границы, завершу, и вот теперь мне этот результат буду копировать. То есть я просто создала иллюзию за полный дабы. Когда я приду теперь на лист и скажу, что я также хочу специальную вставку с исходной темой, то, видите, они пришли того же шрифта, да, с тем цветом. Если если я просто скажу, например, в свободном месте специальная вставка и просто все, да, то в результате вы видите, они пришли синие. Почему? Вдруг розовый стал не зеленым, а синий. Ну, ответ на этот вопрос очень прост. Когда я выбирал эту розовую заливку, то, видите, это раз, два, три, четыре, пятый, шестой цвет. Или как он называет, он слева направо, наоборот, читает. Это акцент один, да. В этой тематике цветов он находится, ну, как бы, первым. Поэтому, когда я сейчас добавила в мой документ созданный, то здесь вы видите, акцент один, это голубой цвет. Поэтому, если я сохраняю тему того документа, то у меня приходит его также форматирование. Если я не сохраняю, то он соответствующий акцент, ну, с тем оттенком цвета, там, сколько процентов, он сразу мне четко, быстренько сюда добавляет. То есть, вот, когда различные форматирования в разных документах, то это все, ну, как бы, опять же, не заставляет нас лишний раз заниматься всякого рода форматированием. С точки зрения форматирования, если посмотреть, ну, ширину столбцов мы с вами уже подглядели, да. Без рамки мы выяснили, что это он копирует как содержимое, так и заливку, да, но просто не копирует, в общем, от самой ячейки не берет только саму рамочку. Ну, а что касается с исходной темой, то в рамках одного документа, это, конечно, одна и та же тема, поэтому разницу вы не увидите, а вот если мы берем из другого документа, где тема была другая, тогда уже, вот, пожалуйста, можно либо сохранить эту тему, либо, соответственно, не сохранить. Так. Еще что хорошенького предложит нам с вами специальная вставка. Ну, вот, например, примечания. Примечания обычно мы делаем для того, чтобы оставить какие-то комментарии, так как, когда мы работаем, у нас же не очень много свободного места, да и вопрос, если в округе все занято, где же оставлять всякого рода комментарии. Вот как раз примечания для этих целей нам и нужны. И если мне один и тот же вид примечания, вот как у меня, например, в пятницу написано, что только в предпраздничные дни с 10 до 15 часов, ну, к примеру, это как напоминание тому, кто, возможно, составляет некую занятие наших сотрудников на неделе. И вот я поняла теперь, что мне такое примечание, к примеру, понадобилось не только сюда добавить, а, возможно, например, к каким-то другим ячейкам. Ну, какой текст будет у примечания, в конце концов, нам сейчас не столь важно. Ведь если я выполняю обычную команду копировать и обычную команду вставить, то у меня реально приходит как содержимое ячейки, так и примечание. То есть если бы у меня здесь было бы какое-то значение, оно бы, естественно, уже было затерто. Поэтому мы копируем как бы примечание ячейку. Затем мы сразу можем выделить все те ячейки, сколько бы их не было, куда нужно добавить это примечание. Заходим в специальную вставку и говорим о том, что нам нужно вставить с вами примечание. Вот именно какую часть ячейки дотащим мы, мы выбираем с вами примечание. И когда мы выберем «Окей», то в результате вы видите во все мои эти зелененькие ячейки, для удобства, чтобы быстро их сразу были добавлены эти примечания. Поэтому, если, например, хотим сразу быстренько все отобразить, то на вкладке «Лецензирование» тоже есть команда «Показать все примечания». И вот первое наше было исходное, последующее скопировано. Каждое уже можно менять по отдельности, и ни на что это уже влиять в дальнейшем не будет. То есть теперь каждый живет, что называется, своей жизнью. Так, ну, скрою, чтобы в глазах все не ремело. Поэтому, вот, опять же, чтобы по отдельности не создавать, да, мы имеем возможность с помощью специальной вставочки быстро скопировать эти примечания. Причем можно копировать просто, можно их также транспонировать, если, например, у нас был бы там в каждой ячейке столбец примечаний, да, прям, мы могли бы также выделить, сказать, примечания транспонировать, и они бы у нас с вами прилегли, ну, что называется, в строчку. Еще что возможно. Возможно, например, ставить различные ограничения на условия. Ну, к примеру, допустим, мне вот в этом диапазоне, который я так очень условно обозначила синим контуром, нужно взять и поставить ограничения, что сюда должны вводиться только, допустим, целые числа, к примеру, там от 5 до 20. Тогда я задам для них условия, выделяю их, и иду, соответственно, на вкладочку данные, проверка данных. Вместо любого значения ставлю целое число и поставлю, что теперь меня интересуют числа от 5 до 20. Ну, окей. Чисто внешне это никак не отображается, да, но за то, что теперь, если я ввожу какие-то числа, которые будут в этом диапазоне, он, естественно, на меня не ругается, а если, например, введу 29, то он сразу стандартную фразу мне выдает, что не прошли ограничения по проверке данных. И предлагает либо повторить, вот вдруг повезет и получится получше, либо, соответственно, это убрать. И вот представим, что мне точно такое же ограничение по данным нужно поставить и в каком-то другом диапазоне. Причем этот диапазон может быть как в этом же файле, так и в другом файле. Это не имеет значения. Тогда поступаем мы следующим образом. Мы выделяем эти ячейки, то есть все всегда начинается с того, что вы ему выделяете те ячейки, которые вам нужны. В принципе, я могу выделить даже сейчас и одну ячейку, не обязательно все. Но если я выделю все, я могу потом выделить только одну, то есть варианты есть. Говорю копировать. Теперь, например, выделю диапазон и зайду в специальную вставку. И здесь же в группе вставить у меня есть возможность поставить условия назначения. То есть я не копирую содержимое, я не копирую форматы, я выбираю всего лишь условия на значение. И говорю окей. Так как я скопировала только условия, то никакого содержимого, и вы видите изменения по моему форматированию, естественно, не произошло. И тогда я могу как поступить? Проверить. Ввожу 15, на меня никто не ругается. Возьму 36, и так как мы ставили условия от 5 до 20, то здесь уже программа на меня, естественно, начинает ругаться, так как я ввожу что-то нелепое. Так, да? То есть сразу такое же условие. Если, например, даже я теперь из зеленых ячеек скопирую это условие и хочу на красные ячейки, то, как несложно догадаться, что я должна сделать? Выполнить опять специальную вставку, сказать транспонировать, и попросить условия назначения. И когда я скажу окей, то здесь у меня будет опять аналогично. Пытаюсь вводить текст, но мне тоже скажут, ты что, с ума сошла? Здесь же числа целые мы ожидаем. Введу 5 на месте, 15 на месте, 45, он говорит, много. Так, да? Поэтому вот условия, которые мы задаем с вами в проверке данных, какие бы они ни были в списке, значит, будут списки. То есть если, например, я создам там в ячейке, предположим, список, и где предложу выбирать, ну, типа как пол, МЖ, то потом, главное, самой теперь не сильно потерять эту ячейку условно, то теперь я могу спокойно сказать копировать, выделить какое-то количество ячеек, да, и также попросить условия назначения. И тогда, вы видите, во всех этих ячееках я уже могу спокойненько выбирать то М, то Ж. Абсолютно в любых, как бы, исходных данных расположений. Еще что симпатичного предлагает нам с вами специальная вставка. Ну, вот у меня вкладочка называется «Связь». Здесь пока ничего нет. Что это может быть за задача? Ну, к примеру, я вернусь в табличку, которая у меня отвечала за транспонирование. Предположим, мне нужно из этой таблички, она мне нужна такая же, где-то в другом месте. И тогда что будет? Первый вариант. Человек часто делает вот так. Он говорит «равно», потом бежит на нужный лист, выделяет ячейку, и потом, типа, аккуратненько просто копирует, сколько там было, ага, значит, 8, да, и вправо там тоже до какого-то количества ячеек. Ну, как бы, цель какая? Сделать, чтобы здесь были ссылки на ячейки, да, и чтобы в дальнейшем, когда у нас в источнике что-то менялось, да, ну, напишу здесь 1 миллион, то здесь тоже менялось. Но, смотрите, чем мне удобен был сейчас мой способ. Мне же надо в этом случае посчитать количество строк, количество столбцов, да, при некоторых размерах это тоже не самое интересное занятие. Так вот, опять же, на помощь придет наша специальная вставка. То есть я выделю эту исходную таблицу и выполню обычную команду копировать. Приду хоть в другой лист, там, файл, неважно, и зайду в специальную вставку. И, например, здесь я могу сказать, что я хочу вставить связь. И смотрите, чисто внешне они сейчас выглядят абсолютно одинаково, да, но вы видите, теперь формула-то я одну ячейку выделяла, да, а он прекрасно знал, сколько это ячейка вниз, сколько это ячейок вправо. Если, например, пытаться экспериментировать, типа, и транспонировать, да, но вы видите, эти команды тогда не совместивы. То есть транспонировать со связью специальная вставка не может. Она может только формулы, которые внутри транспонировать, да, вот тогда на помощь только придет уже способы, которые работают непосредственно с формулами. Так, а так вот вы видите, если какие-то ограничения есть, то сразу нам с вами их покажете. С точки зрения, вот опять же, если припомнить форматирование, да, мы говорили, быстренько можно стащить, то каким образом? Вот мне, может быть, эти границы заливки не нужны, мне хочется сразу вот эти вот, каждую ширину столбца подобрать, да. Тогда я могу спокойненько выделить эти столбцы, снова воспользоваться, копировать, прийти в связь, выделить их здесь также и в окне специальные вставки, и в окне специальные вставки попросить, что мне интересует ширина столбцов. И тогда уже, пожалуйста, он мне их скопирует. Ну, команда высоты строк программ такой еще не освоила. Ну, а с точки зрения их внешнего вида, то, конечно, либо через кисточку, ну, иногда бывает, мы долго делаем какие-то перемещения, не очень удобно, да, либо, вот, пожалуйста, через специальную вставку вы также можете спокойненько сказать форматы, и содержимое ячеек, даже если оно отличается, остается тем же самым, но каждая ячейка будет исключительно своего формата. Если бы я ширину столбцов не поменяла, то маловероятно, чтобы он прям такую красоту мне навел, он бы просто показал, что теперь у нас есть вот там границы, есть заливки, где-то полужирный, где-то такой формат, да, но не более. За то, что мне здесь не надо уже что делать. Форматы по отдельности там при необходимости, вот, если у меня здесь будут какие-нибудь форматы с разделителем группы разрядов, да, то есть вот эти вот все вещи уже отдельно не надо делать, потому что нам уже через специальную вставку формата нам быстренько все это уже притащат. То есть вот это связь на какую-то конкретную ячейку. То есть вы не сами там, да, тащите, например, надо вам какой-то вариант, конечно, это альтернатива, но за то, что очень удобно, надо вам стащить вот этот список вам всех фамилий нужен, да, вы здесь сказали копировать, пришли на другой лист, сказали специальную вставку связать, или вот если вы присмотритесь, здесь есть тоже значочек связать, ставить ссылку, и он тоже самое в общем-то и сделан. То есть если там первая позиция будет уже недушечкин, да, то он нам будет показывать уже других. это может пригодиться нам для каких задач. Допустим, здесь список, ну, не знаю, там в данном случае 14 сотрудников, те, у которых наилучшие там, не знаю, показатели, или это передовики нашего там производства, или нашей там компании к каким-то вопросам. Список может меняться, здесь какие-то могут быть расчетные данные, их потом там упорядочивают, допустим, ранжируют и так далее, но в конечном итоге он находится ровно в той последовательности, которая вам нужна. И вы один раз поставили на них как бы ссылочки, все, вот всякий раз там списочек меняется, у вас они здесь тоже уже все на своих местах. Если, например, здесь будут у вас какие-то разные форматирования, ну, не знаю, как вам, красный цвет, допустим, то что еще возможно? В специальной вставочке у нас также есть, вы видите, есть формулы и форматы чисел, значения формата чисел, да, ну, то есть это вот они немножечко скомбинировали. Если я скажу значение формата чисел, да, то, видите, так как он четко видит, что это не числа, то он говорит, да, получи свои значения, да, то есть какие-то комбинации. Вот этих комбинаций разных, они много вот сюда добавляли, да, видите, формулы, форматы чисел, там, сохранить исходное форматирование, там, только формулы. Ну, только формулы мы обычно когда вставляем? когда не хотим, чтобы бежало форматирование, да, то есть вы, например, сказали копировать, пришли там, допустим, на другой лист, допустим, сюда, и сказали, что вы хотите скопировать только формулу. И тогда у вас просто копируется сама формула, ну, там у нас было заодно, что две ячейки как бы слева, да, через одну, уложились на тысячу. Поэтому независимо от того, какие тут уже исходные данные, мы просто скопировали саму формулу. Потому что, если не так, то придется, придется это все изменять. Ну, здесь Михаил Евгеньевич, у меня, что называется, на связи спрашивает, что если установили связь, вставили, а потом при добавлении строчек будут ли строчки в новой созданной табличке. Ну, смотрите, вернусь к моим товарищам, они у меня жили на вкладочке примечания. Ну, к примеру, я возьму и здесь добавлю еще кого-нибудь. Не знаю, як, я, я. Естественно, он об этой ячейке уже совсем не в курсе, правильно? Потому что мы же как бы вставили определенный размер. Даже если я, например, сейчас здесь принудительно добавлю строку, да, и для простоты напишу ф, ф, то здесь что произойдет? Вы видите, он шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, оп, и сразу тринадцатая. То есть, если, как вы можете легко сделать вывод, если мы добавляем с вами новые строки, то программа в этом случае не делает вид, что надо расширить это или еще что-то. Может быть, отчасти это как раз-таки очень удобно для задач какого плана, когда нужно ссылаться только на те ячейки, которые были изначально в табличке, да, а так, ну, как вариант, если совсем, ну, самим просто вручную придется их как бы обновить, если ваши данные меняются. То есть, при любых добавлениях, что внутрь, что в конец, да, вы видите, он ссылается все равно только на те ячейки, которые были задействованы у нас при создании этой связи. То есть, вы видите, такое достаточно примечательное окошечко, ну, казалось бы, вот когда его первый раз человек какой-нибудь заглядывает, да, надо что-нибудь в буфер положить, то ему кажется, что здесь, ну, что-то все простенькое, да, а на самом деле достаточно неплохо. Теперь, например, давайте я вот еще один вариант форматирования вам продемонстрирую. Допустим, вот, ну, я возьму первые там 10 ячеек с колбца B и поставлю условия условного форматирования, ну, для простоты, например, что это значение меня интересует, то, которое больше 10, да, ну, и поставлю, например, для простоты достаточно яркий там зеленый цвет. Так как я могу забыть, что я вообще поставила, я, например, сейчас напишу. В первом столбце, ну, к примеру, я поставлю правила, ну, допустим, между и поставлю от 0 до 10. Ну, и, например, пускай будет там могучий красный цвет. То есть, это будет у нас, я так напишу 0, и, соответственно, 10. Ну, и пустой он как бы как 0 воспринял, да, сейчас. И, например, ну, допустим, достаточно, да, а в третьем столбце, ну, пусть будет, я поставлю условия еще для отрицательных, допустим, меньше нуля, и, допустим, пусть будет желтенький цвет. Ну, то есть, если я формально сейчас веду здесь число минус 5, да, оно должно пожелтеть, а вот если у меня будут какие-то другие числа, то пока с ними здесь ничего происходить не будет, да, здесь, если я введу 5, оно тоже будет, естественно, красным, если я введу что-нибудь побольше, оно уже не будет. Ну, а здесь у меня больше 10, да, ну, введу 15, например, пускай зеленее. И вот, например, я понимаю, что мне все эти правила нужны. Ведь если я воспользуюсь кисточкой, то кисточка что мне по умолчанию сделает? Вот я сюда сейчас ткну, и в этой ячейке я тогда буду видеть правила условного форматива, только это. То есть оно меня убило правило, которое у нас было меньше нуля, да, нет, такой номер мне не годится. Я, например, хочу в этом списке собрать все правила, чтобы, как вот у меня сейчас есть, до нуля, желтым цветом, от нуля до 10, например, красная, ну, какая-то критичная зона, а свыше 10, например, зеленая. Ну, давайте попробуем решить эту задачу. Тогда, например, я этот диапазон красных ячеек выделяю, говорю копировать, выделяю свой последний столбец С, и тоже прихожу в условное форматирование. И здесь вы видите, у нас есть в первом пункте вставить, еще пунктик называется все условные форматы объединения. И говорю окей. Теперь вы видите, что произошло. 15 по-прежнему, ну, то есть он что сделал? К тому же взял еще эти числа 5 и 15, тоже прихватил. Это, кстати, его манера, такое есть. Потом я, например, беру второй столбец, и также сюда через специальную вставку добавляю все условные форматы объединения. Теперь вы видите, он мне 15 притащил. Но при этом, если я теперь захожу в условное форматирование, то вы видите, что он все правила, которые я собирала из всех диапазонов, уже сразу взял и собрал, и оно работает теперь для всех диапазонов. Но единственное, что, насколько вы могли видеть, он делал, он заменял те мои исходные данные, да, они вот пропали. Здесь только последнее значение осталось, которое было. То есть, как вариант, такую вещь можно что сделать? Собрать в какой-нибудь одной ячейке, да, а потом формат этой одной ячейки сразу взять и быстренько применить ко всем последующим. Потому что, к сожалению, когда мы заходим в условное форматирование, да, вот здесь вот, ну, через специальную вставку, они же все друг друга исключающие, да, то есть мы не можем, например, оставить форматы и при этом сказать все условные форматы объединения, ну, типа, не трой мое значение в ячейках. Поэтому, как вариант, удобно сделать это в отдельной ячейке, да, а потом уже можно хоть кисточкой взять и быстро применить к какому-то другому диапазону. Но уже не по отдельности копировать эти правила, да, как-то, и затирать другие. Вот такая возможность тоже появилась. Ну, вот эта возможность, она только начиная с 2013 версии, в прежних ее не было физически. Так, ну, вот, пожалуй, и весь тот практически ряд задач, которые нам позволяют с вами делать такой простой инструмент, как условное форматирование. то есть транспонирование, осуществление операций, да, с данными, и с одной ячейкой, или мы видели диапазонный диапазон, и в том числе, вот, копирование отдельных содержимых. То есть, только формула, только значение формата, но это кисточка, если для обычных вариантов, или вот для транспонирования, тоже очень удобно. примечание, условие назначения, это проверка данных, тема мы видели, это если разные документы, без рамки, это просто рамочку у ячейки нам не ставят, все равно столбцов, это чтобы нам не подгонять ручками, когда нужно быстренько такое же сделать, да, формула формата, это уже комбинация значений формата чисел, чтобы не в два действия здесь делать, и умножить, и разделить, да, ну, действия, и транспонирование, и пропускать пустые ячейки, сегодня, и связь, я думаю, вы поняли, да, что когда мы ставим пропускать пустые ячейки, то это вот только в случае, если они были, ну, в разных ячейках, потом быстренько взять, ну, как жалюзи словно, и быстренько соединить. Ну, и в целом, как вы понимаете, мы охватывали разные тематики, они, конечно, ну, как бы не напрямую, так прям отдельно, темы специальной вставки у нас нет, например, примечания, они у нас используются, там, на первом курсе Excel, допустим, какие-то, может, там, транспонирование где-то в скользке, или умножение, мы где-то там встречаем на втором, третьем, ну, просто отдельно в виде этот блок, так как он содержит темы разных курсов, он никуда особо не влез, но, тем не менее, расширение наших возможностей Excel, это и уровень 2 расширенные возможности, да, такой, ну, бессиллер нашей линейки курсов Excel, наиболее востребованный, наиболее часто и обучаемый, ну, то есть, самый массовый курс, много возможных красивых мы используем на анализе визуализации данных, то есть различные настройки внешних видов ячеек и тому подобные вещи, красивые диаграммы, то есть нестандартные, а уже с различным вариантом. И импорт, обработка, запрос, это мы все делаем на третьем Excel. И если особенно у вас версия Excel 16 или 13, хотя 10 тоже возможен, только просто будет не все, то здесь, если вы обрабатываете или планируете обрабатывать большие диапазоны, которые могут находиться в разных источниках, то отличное направление PowerPivot совместно с PowerClear, PowerView, PowerMap, который позволяет загружать данные из разных источников, их связывать между собой, при необходимости дополнять вычисления и строить красивые отчеты. Отчеты в виде сводных табличек, сводных диаграмм, особые отчеты PowerView, PowerMap, то есть все это доступно для обладателей, все инструменты для 16 и 13 версии. PowerView и PowerMap, к сожалению, только начиная с 2013 версии. Да, ну, связывание тут, знаете как, с одной стороны, вот удобно наоборот там, где, вот как я говорю, у вас есть какая-то структура, да, и вам нужны только определенные позиции, да, и вот тогда он замечательно, наоборот, привяжется к этим позициям, независимо от того, каким строчкам вы в дальнейшем, что вы там будете добавлять или удалять. Но если вам нужен полностью список, то здесь, наоборот, будет более лучше тот, который вы сами сделаете, ну, типа равно и ссылка на ячейку. К сожалению, при копировании отфильтрованного списка, вот Татьяна спрашивает, специальные вставки работают так же. Если вы отфильтровали список, то с точки зрения, куда это вставить, ну, в обычной ячейке, которая не фильтрована, это будет все то же самое. Если вы имеете в виду, что вот мы табличку отфильтровали, наоборот, получили какие-то нужные строчки, и в них нужно вставить, то, к сожалению, пока сама программа Excel на это, ну, как-то не рассчитана, то есть разработчик еще об этом не подумал, и такие вещи в основном делаются через макросы уже, потому что вот вставить в отфильтрованный список пока стандартно программой ничего такого не предусмотрено. А так как вставить в несмежные ячейки вот этот диапазон, да, если одно значение, то богу, что мы наставим, а вот нам же нужно обычно же строчками вставлять, то, к сожалению, несмежные в таком количестве она ставить не может. Поэтому не получится. Ну и всем спасибо за внимание, за проявленный интерес, и, возможно, до будущих встреч, как в режиме наших вебинаров, так и в режиме наших занятий. Будем рады встрече с вами. Всем всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok